Всех приветствую на моем канале. 9 марта, Саудовская Аравия, Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нгану, боксер против бойца ММА. Смотрите, хочу поговорить о чем, почему я вижу, что победит именно Джошуа, почему я так считаю, почему этот бой будет кардинально отличаться от боя Нгану Фьюри, почему у Нгану нет никаких шансов против Джошуа. Смотрите, во-первых, вспомним бой Нгану Фьюри, почему он так прошел конкурентно, кто-то считает, что даже Фьюри проиграл в этом бою, как для меня это такой бой, но не сказать, что и Фьюри можно отдать победу, ну и по сути Нгану, да, кроме нокдауна, что он сделал-то, ну, кто-то ему считает, что он выиграл много раундов, помимо нокдауна. В общем, суть в том, что Фьюри очень было тяжело, да, судя по всему, с Нгану. Есть информация из некоторых источников, что Фьюри вообще не готовился к этому бою, также все знают, что у Фьюри, у него психические проблемы, у него биполярное расстройство, это когда человек в одно время, да, он в одной стадии, в стадии эйфории, у него хорошее настроение, у него есть желание, да, там, совершать какие-то цели, достигать их. Также есть вторая половина, это депрессивное состояние, когда человек ничего не хочет, ему ничего не нужно. По его инстаграму, да, по его соцсетям, по его высказываниям можно понять, что действительно у него такие проблемы, да, он периодически разный, то он хочет стать чемпионом мира, он говорит, он побьет усика, заберет все пояса, то через какой-то там, да, небольшой промежуток времени он говорит, что ему уже ничего не нужно, он наелся боксом и вообще, да, он завершает карьеру. То есть я считаю, да, что вот по бою Фьюри и Нгану, именно Нгану смотрелся, да, он хорошо выглядел, уронил Фьюри, не потому что Нгану, да, сразу таким крутым боксером стал, как его начал тренировать Майк Тайсон, а просто потому что Фьюри сам позволил ему так работать, не подготовился к бою, да, по сути, Фьюри, он, ну, на три головы выше, как боксер и по технике, и по своему боксерскому интеллекту, но так как он не готовился, так как он недооценил, да, Нгану, по сути он ничего не, как бы, да, не выполнил никакую работу перед боем. Смотрите, теперь по бою Джошуа Нгану, Джошуа это бывший двукратный чемпион мира, в любителях это олимпийский чемпион, да, кто-то говорит, что в финале ему там натянули, да, его там за уши, вытянули победу, да, ему присудили, но смотрите, уровень бокса Джошуа по-любому он, ну, так же на три головы выше, да, чем уровень бокса Нгану Джошуа, он всю свою карьеру, да, он всю всю провел, карьеру бойца провел в боксе, был чемпионом мира, да, он проиграл Руису, затем он взял реванш, провел защиту, проиграл Усику, затем реванш опять проиграл по очкам, да, кто-то может посмотреть бой с Усиком и сказать, да, особенно первый бой, что Джошуа там не у меха, да, какой-то в боксе, нет, на самом деле просто уровень Усика он еще выше, а Джошуа это тоже очень серьезный, опытный, обученный спортсмен, смотрите, стадия карьеры его такая, то, что он после боя с Усиком, после второго боя, когда он ему второй раз проиграл, он провел уже три боя с боксерами, до такого среднего, можно сказать, уровня, всех побил, и ему вот сейчас, после трех поражений ему, если он проиграет, даже такому же боксеру, да, как он, это уже конец карьеры, а если он проиграет, вот, Нагану, который только пришел, по сути, в бокс из мира ММА, ну, это прям, ну, вообще, да, наверное, какой-то позор просто будет, позор даже не то, что Джошуа, позор всему боксу, да, то есть, такой тяжелый бой в Юре дался с Нагану, там, Джошуа возьмет ему еще, проиграет, ну, это вообще будет, и вот, он-то понимает, да, что проиграть Нагану, это уже все, конец карьеры, и что его отличает от Фьюри, это то, что Джошуа, он ответственный и дисциплинированный спортсмен, да, там, тоже говорят, есть у него какие-то проблемы, да, там, с психологией, то, что он боится пропустить удар, там, еще что-то, что подбородок, да, у него, там, челюсть не такая крепкая, и плохо он держит, ну, да, это, как бы, это правда, Руис его ронял, Усик тоже, да, кого называют безударным боксером, он его цеплял ударами, он их чувствовал, утерялся, так вот, он понимает, да, что вот Нагану, чем силен, у него есть удар, он может, да, реально уронить Джошуа, да, там, добить его, но, в целом, по боксу, по технике, именно Джошуа, он гораздо опытней, да, даже взять джеб, Нагану его бить не умеет, да, у него нет действительно хорошего, качественного джеба, да, там, тот же джеб, он у Кроуфорда, да, у Биттербиева, они бьют джеб, а это как полноценный силовой удар, у соперников, там, головы отлетают, вот, я считаю, что Джошуа, это спортсмен, ответственный, дисциплинированный, который подготовится к бою с Нагану, отнесется к нему серьезно и выйдет действительно побеждать, не будет валять дурака, да, он, как Фьюрид, себе такого не позволяет, да, не кривляется в бою, не убирает, там, перчатки за спину, не подставляется, я считаю, что две тактики есть у Джошуа, это либо технически, просто технично, на технике, на опыте, просто в хлам, да, разбить его все, там, сколько, 10 раундов, 12 будет бой, разгромно его победить по очкам, либо он его победит досрочно, все зависит от того, какую он тактику выберет, либо осторожная тактика, как в бою с Руисом не вступать ни в какие размены, просто на технике, на джебе, перебить его, да, на дистанции, либо он захочет его именно победить досрочно, да, показать, что бокс, это бокс, и нельзя вот так из соседнего вида спорта прийти, сразу выйти на топовый уровень и бить чемпионов, да, бывших чемпионов мира, чтобы победить ему досрочно, а так как Джошуа держит удары не лучше, там, держалка, в общем, у него, да, как говорят, не самое лучшее, ему нужно работать вторым номером и ловить Нгану на его атаках, да, то есть, контратаковать, зацепить его, уронить, разбить, да, там, ну, может быть, это одноударный нокаут будет, да, вот, все зависит от того, какую он тактику выберет, я считаю, что победит Энтони Джошуа, победы Нгану не будет, Джошуа победит либо по очкам, либо досрочно, смотря какую он тактику выберет, для досрочки ему нужно именно не вступать с ним в какие-то размены, а именно ловить его на контратаке, вот Джошуа, у него коронки, это боковые и апперкоты, правый прямой не очень жестко бьет, но на ближней и средней дистанции, когда Нгану будет его атаковать, Джошуа может его ловить и, в общем, может его поймать и вырубить, вот, такие мысли, в общем, по предстоящему поединку, если вы со мной согласны, поставьте лайк, если не согласны, напишите комментарий, как вы считаете, что вы вообще думаете по этому поводу, всем спасибо за просмотр.